Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Хоть и нелепо это было здесь, в пустыне, на лосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметики и правописанию. И сказал малышу, немножко даже сердито сказал, что не умею рисовать. Он ответил, все равно, нарисуй барашка. Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые только и умею рисовать, удава снаружи. И очень узумился, когда малыш воскликнул, нет, нет, мне не надо слона в удаве, удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое, не нужен барашек, нарисуй барашка. И я нарисовал. Конечно, я читал произведения «Маленький принц», причем читал несколько раз. И каждый раз это новые впечатления, новые эмоции, потому что с возрастом ты оцениваешь немножко по-другому каждое произведение. Что касается дипломатической сущности произведения, то, в принципе, да, «Маленький принц» — это как представитель всех нас. Он общается с другими людьми, животными, розами и вообще с другим миром. И представляет все человечество. И, конечно, где-то в каких-то моментах с него даже можно брать пример. Произведение вне времени. Его можно читать и нужно читать. И даже перечитывать, я бы сказал, со временем. У меня пять детей. И старшие познакомились им в 18-20 лет во время обучения в школе. Сейчас они перечитывают это произведение и также помогают малышам, это 8-10 лет, изучать, ну как понять, переосмыслить впервые маленького произведения «Маленький принц», так как они сейчас, малыши, ставят спектакль по «Маленькому принцу». И я считаю, что... Причем этот спектакль будет на французском языке. Я считаю, что всем, кто изучает французский язык или говорит на французском языке, обязательно нужно читать и знать «Маленького принца». Когда я работал генеральным консулом в Марселе, это 2015-2020 год, нам удалось в городе Монпелье совместно с мэром города Монпелье установить памятник Гагарина на Большом мосту, который носит имя Юрия Гагарина. И этот мост, он находится на трассе, которая соединяет Марсель и Барсиону. И все, кто едут по этой трассе, видят Юрия Гагарина, который смотрит на Россию, раскрыв объятия. И получается, что в городе Монпелье два объекта. Это мост, который носит Юрия Гагарина, имя Юрия Гагарина, и сам Беусс, сам большой памятник Юрия Гагарина. Также недалеко от Марселя есть остров Бондор, который принадлежит семье Рикаров. Это очень большие производители алкоголя во всем мире. И в свое время Поля Рикар пригласил Юрия Гагарина к себе отдыхать на остров. Я узнал эту историю, которая как бы забыта была, посетив их музей алкогольной продукции, где увидел бутылку вина с ображением Юрия Гагарина. И спросил у внука Поля Рикара, Франсуах Савьидиаса, я говорю, почему бутылка с Юрием Гагарином находится в вашей коллекции. Он мне рассказал эту историю, что его дедушка пригласил Юрия Гагарина, и он приехал с двумя другими космонавтами. Они были троем и провели несколько дней у них на острове. После чего я предложил Франсуах Савьидиасу установить памятный знак на острове в честь пребывания Юрия Гагарина, потому что это такой малоизвестный факт, белая страница в истории. И благодаря галерее С и ее руководителю Олеся Суджан, которая разработала памятный знак, мы установили этот знак, когда была делегация Москвы в Марселе. Это было очень красочное мероприятие. И теперь, когда посетители, этот остров является открытым, приезжая туда, они, сходя с корабля, видят эту табличку большую, где-то изображен Юрий Гагарин. И написано, что Юрий Гагарин по приглашению Полярикара посетил этот остров. И также мы сделали совместно с внуком в Франсуах Савьидиасом ограниченный выпуск вина с изображением Юрия Гагарина. То есть как бы теперь в музее находятся две бутылки. Вот того года, когда он был, и несколько лет назад, когда мы делали. Имя Юрия Гагарин для меня означает, это мощь нашей державы, то, что гордость, то, что мы первые побывали в космосе. И это у нас не отнять. Первые, это, конечно, я услышал в школе, в начальном классе, в начальной школе. И вот это чувство гордости, чувство, что мы отличаемся чем-то от других, конечно, преследует, идет за мной всю жизнь. Я вспоминаю момент такой, когда я работал в посольстве России во Франции, то я участвовал в выставке, которая была подсоединена космосу. И главным, конечно, экспонатом это была большая фотография Юрия Гагарина. И, к моему удивлению, многие французы не знали, кто это за человек. И рядышком были китайцы, которые подошли и сразу сказали, «А, это же Юрий Гагарин, первый человек, который полетел в космос». На что французы спросили, «Но он же вернулся?» Я говорю, «Ну, конечно, вернулся, если есть фотографии. Вот видите, вот вся выставка посвящена Юрию Гагарину». И вот этот момент меня еще раз убедил в том, что именно Юрий Гагарин – это означает целую эпоху в истории нашей страны. И я очень горд, что именно у нас в России родился Юрий Гагарин, и он полетел от нас в космос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова